Детки, оставленные в бэби-боксах, будут получать пенсию. В полисах ОСАГО появятся QR-коды, а в ставропольских троллейбусах можно будет рассчитаться без налом. Какие изменения принес нам наступивший 2018 год? Коротко об основных. С 1 января этого года в нашей стране вырос минимальный размер оплаты труда и достиг величины прожиточного минимума, а это 9282 рубля. Соответствующий документ в последних числах декабря подписал Владимир Путин. Также вступил в силу закон о телемедицине. Минздрав намерен организовать ее круглосуточную работу. Планируется, что пациенты из любых регионов смогут обращаться за консультацией к лучшим специалистам страны. А местным врачам после первого очного приема разрешат назначать терапию онлайн. Все медучреждения должны будут подключиться к единой госинформсистеме. Еще расширен список жизненно важных лекарств. Добавлено 60 препаратов и 8 лекарственных форм. Введены с 1 января и новые запреты, в том числе на алкогольные энергетики. Теперь в России их можно производить только на экспорт. А еще по новым нормам пожарной безопасности больше нельзя разводить костры на обочинах дорог или железнодорожных путей, а также выбрасывать окурки из машин и поездов. Кстати, об автомобилистах. Для них год тоже принес много нового. Увеличены акцизы на мощные автомобили, бензин и дизельное топливо. А на полисах ОСАГО появился QR-код. И все данные можно получить, отсканировав код на бумаге. Кстати, период охлаждения увеличен с 5 календарных дней до 14. В этот срок можно отказаться от навязанной страховки. Страховщики начнут получать сведения об авариях при помощи инвекционной системы ГЛОНАСС. Данные о таких ДТП будут стекаться в автоматизированную информационную систему. Также вводится запрет на эксплуатацию автобусов старше 10 лет для перевозки детей. А в Ставропольских троллейбусах начали появляться валидаторы. С помощью этих устройств пассажиры смогут оплачивать проезд, пользуясь банковскими картами. Еще с 1 января наступившего года родители при рождении первого ребенка будут получать ежемесячные адресные выплаты. Это около 10,5 тысяч рублей. Речь идет о тех семьях, где средний доход на человека меньше, чем полтора прожиточных минимума для детей в регионе. Подать заявление можно в течение полутора лет со дня рождения ребенка. Но лучше сделать это в течение первых шести месяцев. Тогда пособие назначат со дня появления малыша на свет. В остальных случаях со дня обращения. А дети-сироты, чьи родители неизвестные, начнут получать социальную пенсию. Раньше такие выплаты назначались с формулировкой «потеря кормильца». А подкидышам деньги положены не были, так как юридически у них не было родителей, а значит и кормильцев. Теперь всех сирот уравняли в правах. Их пенсия составляет чуть больше 10 тысяч рублей в месяц.